всем привет с вами снова лаборатория культуры не помню какой по счету выпуска это прекрасно уже значит их уже довольно много я с удовольствием сначала представлю наших дорогих гостей а потом обозначить тему которая у нас сегодня так представляю наталья красильникова режиссера режиссера в данном случае проекта монологи одно из читок который о которой мы сегодня будем говорить наталья здравствуйте здравствуйте и с удовольствием представляю актрису театра на спаской ирина яблокова здравствуйте которая сегодня порадует нас отрывками из новой пьесы пьеса называется говорит москва и пройдет читка этой пьесы через буквально неделю 1 ноября 1 ноября будет первый показ и 29 29 ноября то есть мы предварительно сейчас немножечко обрисуем расскажем а что это за материал что это за пьеса и поскольку я безумно люблю привносить из одной структуры в другую какие-то транспонировать это называется какие-то вещи то есть мне очень хочется конечно сделать немножечко мини читку сегодня по этой пьесе понятно что здесь не театр здесь нет сцены но какую-то вот эту атмосферу этого текста уже с работой вашей режиссерской актерской хочется конечно же почувствовать потому что можно предварительно непредящую начитку да каким-то образом погрузиться в этот материал а можно постфактум уже у вас же не всегда бывает обсуждение наверное да иногда не бывает вот то есть какие-то нераскрытые вопросы то обычно зрители всегда задается и может быть нет возможности спросить об этом может быть сейчас уже будет что-то более менее понятно вот поэтому сегодня мы говорим о проекте монологии и о конкретно читки говорит москва 18 плюс строго проговариваю меня просили что начнем может быть тогда сразу с текста да чтобы сразу немножечко погрузиться ирина попросим вас сразу начать тогда он писал ей такие нежные такие нежные письма называл ее своей хозяйкой своей ситанкой ты не пишешь своему папочки думаю ты забыла его как твое здоровье ты не болеешь правда чем ты занимаешься как там лёлька как твои куклы я думал что скоро получу от тебя какой-нибудь приказ но его все нет очень плохо ты делаешь больно своему папочки но неважно я целую тебя и жду твоего ответа папочка он называл себя секретарем номер один или секретарешкой она приказывала своему нежному секретарешке взять ее в театр покатать ее по новой дороге приехать на дачу 21 октября 1934 товарищу первому секретарю приказ номер 4 я приказываю тебе взять меня с собой подпись ситанка хозяйка печать подпись первый секретарь покоряюсь он бывало говорил ну хозяйка развлекай гостей она убегала на кухню он тогда говорил когда она на меня злится она всегда говорит я пойду на кухню и пожалуюсь на тебя повару а я всегда прошу ее пощади меня если ты пожалуешься повару то мне конец тогда светланка твердо говорит что все расскажет своему папе и он смеялся таким заливистым звонким смехом и они гости тоже смеялись няня часто посылала ее к нему на второй этаж поди отнеси папочки смородинки или поди отнеси папочки фиалочки она бежала так быстро по ступенькам бежала медленно открывала дверь в его светлый прохладный кабинет и видела его своего ненаглядного секретарешку видела его седую голову склоненную над бумагами видела прозрачные занавески подброшенные сквозняком к потолку она шла к столу она старалась не шуметь папочка работает папочке надо работать не отрывала взгляда от него а он не отрывал взгляда от своих бумаг папочка работает она подходила совсем близко так близко что было слышно его теплое дыхание она находилась на таком близком расстоянии что могла разглядеть зубы в пасти чугунной пантеры могла разглядеть ворс на его пиджаке и царапины на всех этих блестящих черных телефонах она ставила пиалу с ягодами прямо перед ним прямо под самый его нос он все еще не отрывал взгляда от своих бумаг папочка работает папочка работает она медленно разворачивалась она делала несколько маленьких шагов в сторону двери и тут огромные теплые лапы хватали ее и уносили в мягкие объятия она кричала отбивалась она звала на помощь няню повара а он хохотал и целовал ее и поцелуи его были табачные прекрасно спасибо огромное жаль что здесь нет большого зала иначе были бы аплодисменты спасибо спасибо большое ну вот давайте предположим да что мы не знаем контекста всей пьесы и пока еще не знаем как она была написана и на как на каких источниках и на каких документах основывается вот этот вот первый отрывок а по атмосфере по всему по по тексту по смыслу о чем он про что он для вас как вы над ним работали как вот и какая первая вот такая водная в атмосферу моноспектакль все-таки мне кажется уже есть я сейчас послушала и понимаю что это не совсем уже читка наташа и ирина кому кому хочется давайте с режиссера ну сложно сейчас сказать какие водные давали давала ирине у нас такая середина сейчас пути вот я могу вспомнить свое первое ощущение я читала много-много пьес когда искала какую пьесу взять в работу и он меня заворажил это начало я совершенно искренне кстати где-то страницы 3 не понимала про кого речь потому что я не знала ни истории написания это просто мне попалась на глаза в ряду других в ряду других да причем буквально в ряду потому что мне юлия нуша это наш зафлит прекрасный прислала вот ряд я этот ряд читаю и вот это кружево какой-то да она меня так заворожила какая-то атмосфера сразу возникла и я стала жадно читать и где-то там на третьей уже странице поняла кто кто же папа вот и поэтому мне очень хотелось чтобы вот именно такое погружение осторожное погружение вот этот мир детства вот этих этих штор которые на ветру вот она говорит это и пиалы с ягодами этих папиных объятий этих папиных поцелуев это дым от его трубки да вот это вот так возникло поэтому наверное я говорила и рене честно и поправить чтобы она не торопилась как бы сразу так то есть потихоньку осторожно возникает этот текст и только потом 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 все больше и больше начинаем погружаться в образ вот какие-то такие наверное слова говорил теперь ирина поправь меня если все было так все так и ощущение мне мне хотелось просто передать вот в этом именно в этом куске ощущение вот этого детского счастья это детское тепло детское счастье как бы ребенок который чувствует себя в безопасности в каком-то вот в чем-то большом теплым и мягком мне так вот видится да еще немножечко убежали вперед в начале хотела спросить как раз как вы сами определяете то есть вы выбираете пьесу сами да и то тот объем работы и тот формат который в итоге получается вы тоже для себя определяете сами то есть до начала программы Наташа мне сказала что для кого-то это уже практически эскиз моноспектакль для кого-то читка вот Наташа все-таки говорит что это читка но мне кажется по ощущению что это куда больше работа чем просто читка я думаю я имею ввиду скорее количество выразительных средств которые используют да и вот в этом произведении не хочется перегружать так скажем ну о чем я говорю не хочется много декораций на сцену ставить не хочется ставить актрисе огромное количество мизансцен которые она будет соблюдать ведь можно же там и как бы других актеров водить никто собственно говоря не запрещает да то есть несмотря на то что монопьеса да совершенно спокойно можно разделить и мы так делали на разных героев на разные голоса и уже там забегая когда уже смотришь историю постановка этой пьесы в общем некоторые режиссер так и делают вот а здесь прямо вот такой какой-то прозрачный минимум если это так можно хочется соблюсти и вот сейчас уже когда мы работаем вот у нас стол и стул и все и ира больше ничего нет вот и мне кажется что за счет этого вот этот текст он выходит на первый план но я согласна да здесь как раз надо очень большое пространство дать тексту и на безусловно работе над ним актерской а потому что он очень легким прозрачным языком написано это идет конечно в диссонанс с тем какая это тема какие-то герои какая-то историческая эпоха и вот эта легкость прозрачность вот именно такое детское восприятие всего что происходит вокруг всей исторической действительности эпохи она она очень сильно конечно действует да то есть мне кажется очень верный такой вы согласны ирина вот может быть пройдем чуть дальше по тексту и какие-то моменты связанные с изменениями уже с характером героя почитаем послушаем у нас в дело в том что у нас же наша героиня взрослеет и поэтому меняется ее восприятие событий и какие-то детские параллели то есть у нас тоже есть некоторая нелинейность если мы начинаем это первый кусочек это возраст восьми лет то в следующем кусочке у нас есть переходы из восьми в шесть лет возврат вот сейчас вот такой кусочек у нас и будет хорошо конечно как чувствуете она любила дядю сережу она с ним играла в хозяйку она его любила больше чем дядю колю больше чем дядю клима и даже больше чем дядю семена дядя сережа совсем недавно присылал из ленинграда снитки дядя сережа еще недавно присылал снитки а теперь он умер мне не нравится эта вещь которую называют смертью я боюсь темных мест я боюсь темных комнат я боюсь темных глубин сказала она он еще недавно присылал снитки из ленинграда а теперь он здесь лежит посреди зала в красном гробу с рюшками он совсем недавно присылал снитки из ленинграда а теперь его ноги накрыты красным плюшевым одеялом а лицо его теперь какое-то зеленое и губы плотно сжаты он ими совсем недавно смеялся а теперь вот он лежит весь в венках и лентах он совсем недавно присылал снитки а теперь вокруг него фотографы роятся она стояла и плакала она когда дядю сережу увидела она сразу начала плакать так горько и так безутешно она слышала как все тоже плачут как весь зал рыдает она потом успокоилась еще долго потом стояла есть делалось жарко у нее ноги начали ныть болеть и она хотела уйти выпить чаю с молоком но было нельзя потому что папочка придет и тогда можно вот он в зале появился он шел впереди за ним шли все другие все дяди дядя коля шел потом за ним дядя клим шел потом за ним дядя семен шел еще еще и были те дяди которых она не знала как зовут они подошли к дяде сереже он остановился у самого гроба и они остановились они стояли немного позади него они все на него смотрели он плакал они все тоже плакали он поднялся по ступенькам они все внизу остались они на него смотрели как он дядю сережу в лоб целует она здесь в этом зале с мамой стояла недавно еще совсем она стояла и маму за руку держала в этом зале она вспомнила лица солдат вспомнила как они идут рядами и смотрят в одну сторону как они маршируют а потом на глотатели огня она смотрела на то как они огонь глотают как прямо самое горло горящий факел опускают и еще она смотрела на высоких людей на людей с очень длинными ногами они все были в разноцветных одеждах как они ходили на своих длинных ногах и казалось что они вот-вот упадут не бойся светланочка это ряженые на ходулях на деревянных ногах сказала мама мама в этот день была очень добра с ней утром она даже пустила ее в свою комнату и разрешила ей посидеть на своей тахте она очень любила сидеть на маминой тахте а вечером когда няня уложила ее в постель она долго не могла заснуть и вспоминала как дядя ворошилов открывал парад на белой лошади на следующее утро погода была плохая лил дождь но няня разбудила их с братом рано утром и отправила поиграть на улицу идите поиграйте на улице идите и дети сказала няня а потом их на машине повезли на дачу а где мама сказала она а потом приехал дядя ворошилов но уже не на белой лошади а на машине и он почему-то плакал а потом тетя зина поднесла ее к маминому лицу совсем близко поцелуй мамочку сказала тетя зина а она закричала а потом ее кто-то унес кто-то на руках ее унес за дверь посадил на колени и стал совать какие-то фрукты смотри яблоко сказал кто-то ой какая груша сказал кто-то висит груша нельзя скушать сказал кто-то а что такое аппендицит сказала она да такой момент когда когда не хочется останавливать не хочется вот этих пауз и когда ты хочешь слушать и слушать дальше а что же будет а что же будет потом что же будет 1 ноября 1 ноября да 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 безусловно ну ладно раз уж назвался груздим ну полезай в кузов давайте обсуждать хотя вот здесь как раз такой момент да я безумно люблю все обсуждения я избалована этими фестивалями и бесконечными дружескими конфликтными разными спорами потом по поводу пьесы особенно если пьеса новая только появляется я понимаю опять же вот эту магию очарование театра когда нужно действительно помолчать когда нужно уйти унести с собой оставить в себе все эти переживания или если поговорить то гораздо позже может быть с кем-то обсудить это гораздо позже вот но мы не можем сделать серию программ и сначала почитали потом поговорили поэтому давайте тоже немножечко обсудим здесь понятно что здесь уже становится ясно да по какой-то выстроенной социальной иерархии по упомянутым историческим персонажем кто же о ком идет речь мы уже можем сказать да что эта пьеса написана по дневникам светлана аллилуй его и дочери сталина здесь мы понимаем уже какое какая историческая эпоха собственно и ребенок уже отчасти понимает что происходит да кто ее отец в этой иерархии что он самый главный все ждут его и вот этот взгляд сначала из семейной такой домашней атмосферы обители в какие-то вот публичные и исторические события когда попадает ребенок и смотрит на это как здесь у вас строилась работа здесь что-то можете добавить рассказать это я могу бесконечно болтать скажите пожалуйста меня слишком много тут не столько дневники сколько я так понимаю что за основу этой пьесы была взята книга которую написала светлана аллилуева в шестьдесят третьем году в какой-то очень короткий срок мы даже подозревали что может быть это был какой-то заказ но решили об этом не думать то есть это уже 10 лет письма к другу да 20 письм к другу вот и прошло все-таки 10 лет со дня смерти отца и какой-то вот взгляд немножко другой но здесь текст он поэтизированный а в самой книге она как-то проще обо всем этом говорит проще и с огромной болью обо всем наверное забегу вперед да про кусок если да говорите сейчас чуть-чуть это потом расскажешь что мы делали здесь здесь мы как раз с ириной следили очень почему я наверное мне такое странное лицо когда ирина читает я так еще потому что я да такой регулировщик это же классно регулируйте наташа регулируйте давайте у нас открытая репетиция будет и мы как бы как раз за этим мы следили когда он пошел они пошли он заплакал они заплакали он поднялся они остались то есть такая вот вот эта четкая иерархия то есть они не заплачут пока он не заплачет они не пойдут пока он не пойдет они ничего не сделают и там будет кусок сбегая вперед там будет Он улыбнулся, а они улыбнулись. То есть это какая-то такая вот история, когда есть папочка вот этот самый, её, и от которого зависит такое огромное количество команды этих дядей. Как она на это смотрит, какими глазами, в каком она огромном месте находится, не дома, а вот в этом, где хоронили. В колоннном зал Дома Союза. Сергей Миронович Киров. Ну, скорее всего, там такая маленькая девочка его на это всё смотрит. То, что на похоронах. Кирова, она вдруг вспоминает, как умерла мама. И там же были какие-то праздники. Это же было здесь, в этом же месте. То есть в этом же месте, только два года назад было вот это, вот это, вот это, а на следующий день произошло вот это. То есть это такие вот... У ребёнка внутри вот это всё как-то должно складываться, но она ещё настолько маленькая сама, что... Как вот эмоционально ребёнок с этим справится? Тут, конечно, большая заслуга драматурга, которая это всё совместила таким образом, именно вот такими вот... От Кирова к маме и так далее. Потому что пришлось... Ну, естественно, мы когда работали, я посмотрела, как она... Есть же записи, и она же много записана. Светлана. Я не смотрела, я помню программы какие-то. Ну, есть, да, ну, в смысле, были программы, она там включалась. И она с большим, кстати говоря, уважением всегда говорила об отце. И всегда в её... Вот она вспоминала о такой огромной дистанции. То есть это было... Между ней и отцом. Вообще, она говорила о том, что были мы и были они. И это не такая семья, когда вот папа-мама, что, наверное, мне кажется, всю жизнь хотелось. И вот здесь как раз, в этом куске очень видно вот эту дистанцию, когда она где-то там с кем-то там стоит. И рядом всё время с ней кто-то. Кто-то, кто-то, кто-то. Там охранники, нянечки. И папа где-то там, и мама, в общем... И мама разрешает войти в свою комнату. То есть это нечасто происходит. Вот так копали мы. Да, да, Витяна как раз обращает на это внимание, что она была в хорошем настроении. Поэтому можно на тахте посидеть. А в плохом и нельзя. И нельзя. То есть ребёнок такой вот дистанционно воспитываю мамой и папой. Я пыталась, простите, я вас слушала внимательно, пыталась найти возрастное ограничение этой книги, раз уж мы упомянули её. То есть я, к сожалению, обязана это сделать. 20 писем другу. Вот интернет говорит, что 0 плюс возрастное ограничение. Но будем верить ему. Если что, мы потом в конце добавим. Вот. И здесь, мне кажется, ещё очень классно, но, на мой взгляд, уже начинает очень хорошо чувствоваться вот этот момент. Ну, у нас же, мы привыкли, у нас есть история как наука, да, о каких-то глобальных событиях, о войнах, которые, о личностях исторических. То есть мы запоминаем, мы учим, что по истории в школе именно вот через какие-то большие события глобальные, какие-то перемены, войны, походы, военачальники, победы, завоевания. И появление, ну, по крайней мере, не так давно, может быть, лет 10 назад у нас в стране так называемой второй памяти. Это личная память, это дневники, архивы, это какие-то, может быть, не самые какие-то известные, но в то же время имеющие право на то же понимание истории, да, то есть какие-то заметки, какое-то очень личное отношение. И здесь вот эти вот вещи начинают потихонечку сталкиваться. Соединяться. Да, то школьное, глобальное, историческое, и вот этот вот маленький взгляд такого ребёнка, который проживает это всё очень интимно и не складывает пока ещё, да, как вы правильно заметили, в своей голове праздник и смерть, и как всё это смешивается, и как всё это происходит. Очень действительно согласна, Наташа, с тобой, что у драматурга здесь очень изящные, очень кропотливые такие сопоставления, классно очень воздействующие. Перейдём дальше немножечко ещё, продвинемся по тексту. Или нет, если что-то хотите ещё добавить, можем ещё остановиться здесь. Хочу добавить, и очень для меня большим удовольствием, я вообще люблю исследовательскую такую работу в театре, не всегда, да, можно это производить, да, не каждый материал даёт, а тут бы прямо с удовольствием в это всё закапывалось, и Ирия рассказала, Ирина тоже смотрела. Эти же письма, они сохранены, и это можно посмотреть. Вот эти вот, «Ситанка», «Хозяйка», «Приказ». Ну нет, вот ты говорила, что ты с третьей страницы поняла. Я, например, поняла с первой. Ну я, да, по-моему. Потому что я знала, что домашнее прозвище Светланы Аллилоевой было «Ситана», «Ситанка». Я не знала. Я знала об этом, поэтому когда я первый раз взяла это всё читать... А что, кстати, это значит? Светлана. Это детская «Ситана». Как тебя зовут? «Ситана». Вот на второй строчке своей «Ситанкой» всё понятно. О ком история мне понятна на второй строчке. Мне понятно. Ну вот я просто говорю про эти письма. Они сохранены. Это так прекрасно и так странно это видеть, потому что мы как раз с точки зрения учебников истории это всё воспринимаем. Ну я, например, да. И тут я вижу эти рисунки, это детский почерк, подпись папы её. И ты воспринимаешь, да, как-то из её... То есть они сохранены. Это очень любопытно. Можно заглянуть в интернете и видеть все рисунки её накомментировал, какие-то приказы. Вот ему нравилось, когда она ему приказы вот эти писала. Такая у них была игра. Игра в приказы. Вот звёзды там она рисовала, эти красные. Это вот сила документа, да? Да, да. Это неподдельность, невыдуманность. Нет, это безумно интересно, на самом деле. И при всём этом тоже для меня, например, очень странным немножко моментом было то, что книга написана с огромной любовью к отцу. Я сейчас говорю не про пьесу, а про Светлану Аллилуеву. Вот. И при этом посвящение сделано матери. Посвящение книги сделано маме. Удивительно. Мы тоже с Наташей об этом говорили. Как бы такое прозвучало, что папе нельзя было посвящать, но можно было не посвящать совсем. В общем, делаем своё историческое исследование. Да, мы сами копаем что-то для себя. Ну, это же во многом самое интересное. То есть не только какая-то рефлексия, не только какая-то рецепция, а, возможно, действительно через текст уйти в сад расходящихся тропок и узнать для себя очень много, открыть. Мне кажется, ну, я только этим и занимаюсь. Мне кажется, всем это должно быть интересно. Там буквально же в самом начале книги, сама книга «20 писем к другу», она практически начинается с финала, то есть со смерти, с похорон. И когда Светлана стоит, ей нам, когда умер отец, ей было 27 лет. Она стоит вот там вот в общем зале, где все разные люди, все идут, все прощаются, все в большой скорби. Она стоит, смотрит на него, и у неё огромное чувство жалости к нему. Ни обиды, ничего. Огромное чувство жалости и огромное чувство вины перед ним. Она говорит, я виновата, я виновата, я бросила тебя одного вот там, на вершине власти, я оставила тебя одного. Как ты же не мог со всем этим справиться один? Совершенно удивительная вещь. Человек, которому сломали жизнь, он при этом всё это перенимает, берёт на себя. То есть это всё из-за меня. Это всё я плохо сделала. Это удивительно, на самом деле. Я когда думала о пьесе, о тексте и о вашей будущей читке, мне кажется, огромное... Почему мне захотелось сделать программу? Почему она так привлекла? Потому что здесь, вот сейчас, в нашем нынешнем дне, очень важна вот эта вот множественность взглядов. То есть всё, что сейчас происходит, это упрощение семантик, это разведение всех на чужих в своих. Чёрное, белое, плохое, хорошее, да. То есть какая-то однозначность в оценках, в коллективных представлениях, потом закрепляемых. А здесь, что важно, здесь нет вот этой однозначности. Здесь храняется любимая история, важная для меня множественность. То есть мы понимаем, что к фигуре отца и девочки отношения там полярные для кого-то, для какой-то части населения. Там это воплощение зла и насилия, и вообще табуированное имя. Для кого-то это кумир и бережно хранимые какие-то воспоминания о тех, кто помнит, ещё, может быть, жил в это время. Вот. Опять же, из разных возрастов, с разных позиций, да, и взгляд ребёнка, окружённого заботой, и взгляд взрослеющего, не совсем понимающего справедливость всего происходящего человека. И вот эта покалеченная жизнь, да, собственно, о чём вы сейчас, Ирина, говорили. То есть вот эти вот... А, неоднозначность, не заштампованность, Обычно говорится о том, что Сталин покориличил миллионы, миллионы жизней, но тут, когда дело касается родного ребёнка, вот тут, мне кажется, гораздо страшнее происходит. Для... Ну, понятно, что это трагедия миллионов, но это и трагедия конкретного любого человека. А тут маленькая девочка, которая кровь. Вот то, что мы с Наташей говорим. Рефиссёр не рассказывает. Тогда рассказывайте, рассказывайте. Голос кровью, это вот никуда. Просто мы пока в процессе много что обсуждали, и обсуждаем, и продолжаем это делать. Я вспомнила вдруг одно интервью, которое я видела. Это интервью было с внуком Сталина, с режиссёром Александром Бурдонским. Это сын Василия Сталина. Вот. И в тот момент как раз на телевидении было просто дикое засилье вот этих самозванцев, лжевнуков, лжепотомков, лжевнуков, они все стремились доказать, сдать анализы. Прямо приходили на программы и говорили, вот возьмите у меня анализ ДНК. Это давно было, да? Нет, это года 3-4 назад было. Ничего себе. Вот. Ну, максимум 5 лет назад. Они все прям потоками шли и говорили, вот там Иосиф Виссарионович в какой-то ссылке там прижил с моей прабабушкой, моего там, мою бабушку, моего дедушку. Вот. И все пытались доказать. И когда вот это всё... А Александр Бурдонский сам никогда не ходил на эти все мероприятия. У него было своё конкретное к этому отношение. Он очень сдержан. Он с большим уважением относился к масштабу личности своего деда. Но при этом он понимал и вторую сторону проблемы, вторую сторону всего этого. И когда ему... В очередной раз его спросили, а как вы относитесь ко всем вот этим людям, которые стремятся доказать своё родство? Он говорил, зачем вам это нужно? Вам это зачем? Вы считаете, что это прям такой подарок судьбы быть родственником Сталина? Вы прям вот так прям хотите вот этого? Это всё очень непросто. Вы не понимаете, что вы будете нести в себе, если вы это докажете. Для чего вам это нужно? То есть Светлана, которая не стыдилась, он... Ну и Бурдонский, он не стыдился, но он очень аккуратно и осторожно к этому относился. У Светланы же, наоборот, у неё какое-то более открытое, мне кажется, отношение к папе. То есть если Александр Васильевич, он очень закрытым в этом вопросе был, то у Светланы, она наоборот, как-то очень с желанием и с любовью о нём говорила. То, что, по крайней мере, те программы, те записи, которые я с ней видела. С другой стороны, её потомки также не хотят о нём говорить. И о ней, кстати. И о ней не хотят говорить. Так что это всё непросто. Всё непросто. Конечно. Конечно. Ну, это непростота, наверное, сейчас, ну, мне, по крайней мере, вот через этот текст она видна и она важна. Ещё, может быть, прочитаем ещё? Подвинемся немножко по тексту. Так, ну, давайте про любовь тогда. Давайте. Я смотрела, и мне совсем не понравилось, сказала она. Люсе приятно было это слышать. Его все так называли. Люся. Этого толстого, дружелюбного человека. Но там же гёлс и чечётка. И что, совсем не понравилось, сказал Люся? Тогда вам должно понравиться вот это, сказал Люся. Были ноябрьские праздники. Приехало много народа. Вы танцуете, фокстрот, сказал Люся. На ней было её первое взрослое платье. Она приколола к нему старую мамину брошь. На ногах у неё были полуботинки без каблуков. Я должна быть похожа на смешного цыплёнка, сказала она. Вы танцуете очень легко, сказал Люся. Ей стало так хорошо. Так тепло с ним рядом ей стало. И спокойно тоже ей стало. Ей захотелось, ей вдруг захотелось положить голову на его плечо и закрыть глаза ей захотелось. После того, как он это сказал. Люся недавно вернулся из Белоруссии. Он собирал там материалы для нового фильма. Люся был киносценаристом. Я жил там в нетопленной гостинице. Ко мне туда приходили мои друзья, военные корреспонденты, сказал Люся. Люся ждал её возле школы. Он стоял в подъезде соседнего дома и наблюдал. Она знала, что он там стоит и наблюдает. У неё от этого радостно сжималось сердце. Они гуляли по холодным залам Третьяковской галереи. Они бродили долго, пока не отзвенят все звонки. Люся показал ей белоснежку и семь гномов Диснея. Он показал ей молодого Линкольна. Он носил ей книги, по ком звонит колокол Хемингуэя, все люди враги Олдингтона. Притащил огромную антологию русской поэзии от символизма до наших дней. Она потом всю жизнь заглядывала в неё. Она рассматривала эти его галочки, крестики. Вскоре Люся уехал. Он уехал в Сталинград. А был канун Сталинградской битвы. Она ждала его. Она как-то открыла газету. Она открыла правду. И увидела статью. Это было письмо некоего лейтенанта к своей любимой. Он, этот лейтенант, рассказывал любимой, как дела в Сталинграде. Он вспоминал, как ему было с ней хорошо в Москве. И даже в холодных залах Третьяковской галереи ему было с ней хорошо. Он, этот лейтенант, заканчивал письмо так. Сейчас в Москве, наверное, идёт снег. Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля. Что теперь будет, подумала она. Тоже хочется паузу большую после этого отрывка. Так вот. Да, мы знаем, наверное, предполагаем, что было, что потом произошло. Ну, что дальше? У нас просто... Люся остался жив. Слава Богу. Это есть в тексте, но мы сейчас не будем всё продавать. Здесь, но всё равно, здесь уже чувствуется, конечно, что, несмотря на романтическую историю, школьную ещё, да, она же школьная... 16 лет здесь была. Тетрадки ещё складывала. Практически первой любви, да. Да, да. Это есть первая. Чувствуется вот эта вот нависающая какая-то туча над ней, нависающая всё равно какая-то угроза. Хотя в начале, да, всё лёгкое, романтичное, узнаваемое довольно по отсылкам к каким-то текстам, к каким-то книгам, о которых она говорит, о каких-то ощущениях. Всё равно уже вот такое вот это внутреннее напряжение, что история не может закончиться хорошо. Или нет? Или у вас как-то иначе было? Нет. Так и есть. Просто мы сейчас... Я не стала читать дальше. Мы не будем. То, что дальше между ними происходило. но... Мы подходим к переломному моменту. Переломный момент, да. Это, в общем, и чувствуется и в тексте, потому что такой момент возврата, мне кажется. Тревога, нарастающая тревога, когда её первое чувство, её... Причём ведь папа узнаёт о первом чувстве не от неё. От дядей своих. Папа узнаёт от дядей, которые толпами ходили следом и всё фиксировали. Вот. И когда она понимает, что вот это её, вот это вот личное, то, что у неё первое-первое тёплое появилось в жизни после папы. Первое что-то... То, что... Мужчина, которому хочется положить голову на старший. Да, которому хочется собрежаться, положить голову на плечо и всё. И когда эта история становится достоянием, причём не просто там дяди с блокнотиками об этом доложили папе, а это напечатано в газете, правда? И вот это вот ужас, что теперь будет? Она не может за это не понимать. Папа так просто это не оставит. Папа, конечно, папа так это просто всё не бросит. Да. Ну, в общем, даже папу тут тоже можно понять. Я говорю, что с какой стороны ты смотреться. Поэтому очень хочется, очень не хочется встать на какую-то одну сторону и сказать, да, вот, надо вот всё вместе, конечно, воспринимать. Вы определяли для себя как-то, про что эта история. Мне кажется, я так пытаюсь Наташу убедить, но я думаю, что мне не надо её в этом убеждать. Просто мы как-то уже перестали на эту тему говорить, что эта история всё же о любви. Безусловно, да. И причём после этого не надо ставить точку, да? Да. О любви и... И о любви. О любви и вот то, которое и второе, мы долго пытались определить, потому что есть любовь, а есть что-то другое. И вот что-то другое мы пока... Мы его не называем. Мы стали называть, это ненависть, это нет, это ненависть, а потом решили не называть. Потому что есть любовь, безусловно, и есть вот это и, вот это вот всё. И это всё время борется, и на этом, в общем, этот конфликт подстроен. Да, в любви здесь сомнений, наверное, нет, а во всём остальном... Да, вот и всё остальное. Просто не хочется даже называть и прикреплять, да? То есть здесь, ну, вот это вот большое чувство, ну, как будто бы неоспоримо, да, а всё остальное после каждого слова знак вопросительный хочется поставить. Да. Хорошо. Можем ещё какой-то отрывочек взять, как вам кажется? Мы будем читать всё произведение? Ну, можно совсем какой-нибудь там маленький, самый любимый, самый такой. И если не хотите, то не будем больше. Нет пока нелюбимых, потому что дальше идёт очень-очень-очень мощное... Ну, может быть... Почитай про домик. Я про победу сейчас хотела. Про победу, да, да. Ну, почитай про домик. Хочешь, читай про домик. Нет, мне... Я просто боюсь, что нам не хватит отрывочков. Не пользуешься. Ну, мы можем последний вот взять сейчас. Или про победу, или про домик. Или тогда про домик. Про домик. Только начни со дворца так. С дворца. С дворца. Сразу с дворца ты имеешь в виду? После. Поняла, да? Она уехала в Москву раньше? Вот это? Ей стало так жутко после этого. Да? Нет? Нет. Репетиция сошла. Нет. Нет. Я так радуюсь, сижу тихонечко внутри ликую. У нас немножко репетиционного процесса. Так. А, ты хочешь вот... Ну, там, по-моему, идет... Возвращение? Нет. Домик после возвращения. После... Ну, давай... Ты хочешь про домик? Про Грузию. Как он жил во дворце один, а потом про домик. Это ведь два куска рядом. Да, это... Ну, это один. Все. По смыслу. Наш. Да, договорились. За два года до смерти он поехал отдыхать в Грузию, в Боржоми. Он вызвал ее. Он жил во дворце. Этот дворец, кажется, был старой охотничьей дачей какого-то князя. Или не князя. Он стоял в ущелье. По нему, по этому ущелью, пробегала река, Кура. Один ее берег был обрывист, там громоздились скалы, а еще выше на скалах торчали развалины крепости. В небольшой горной долине был разбит парк. И тут стоял этот дворец. Он жил один в этом дворце. Она уехала в Москву раньше. По дороге из Боржоми она заехала в маленький городок, где он родился. Ей хотелось взглянуть, где он родился и где вырос. Она увидела плоский холм и крепость на нем, а у подножья этого холма городок с церковью. Она увидела виноградники. Этот городок среди персиковых и грушевых садов. Это небо синее и столько солнца. И там в глубине стоял маленький домик, где он родился. Это была маленькая лачушка, где жила семья Сапожника. Сверху она была накрыта крышкой. Она была, эта лачушка, накрыта мраморным павильоном. Это напомнило ей станцию метро, как будто вход в метро. Под этим мраморным балдахином сложно было разглядеть старый домик, когда-то принадлежавший Сапожнику. Домик был такой маленький и очень ветхий. Нет, конечно, его отремонтировали. За ним, конечно, следили. А павильон был таким огромным. Он был из светлого мрамора. Он так блестел на солнце. А домик, он в тени был всегда. Он там, в глубине был. А если отойти подальше, она отходила, то домика не было видно. Домика не было. Понятно? Только вход в метро был. Понятно. Да, тоже очень сильный, конечно, отрывок, где через вот такую пространственную метафору, вроде бы тоже документально описывающую, а очень понятно становится какое-то внутреннее ощущение. Я могу, конечно, сейчас уйти в собственные интерпретации. Но действительно, что-то живое, где был тот живой человек, которого она узнала, попадает. Не бронзовеет в данном случае, а мраморнеет. Мраморнеет, да. И живого уже практически не видно, и уже не остаётся. И вот это ощущение, оно появляется уже у более взрослой дочери и со всеми теми... Ну это уже практически, да, это уже очень незадолго. Это 25 лет, это за два года до смерти. Вот с чего начинается за два года до смерти всё это. То есть уже другой взгляд на всё, на папу. И при этом снова не отменяется вот эта любовь и эта жалость к нему. Он всё равно остаётся. Домик всё равно есть. Конечно, домик остаётся. Он под пустой мрамором. Его не видно, но он есть. Кстати, вот через описание, да, пространство страны очень много действительно тоже деталей передаётся, да, где вот они едут в поезде, в детский лагерь. То есть через какие-то точки, вроде бы, на карте. А тоже очень много личного и исторического. В этом плане тоже большое достоинство. Они смотрели на людей, на дома, на деревья, на то, на той. А в это время... И люди смотрели на них. С той стороны. С той стороны. Страдающий голодом в тот момент. Да, очень мощная, очень сильная пьеса и прочтение, и ваша работа. И я ужасно благодарна вот тому моменту театра, который сейчас возникает. Не знаю, как наши зрители, но я прямо всё чувствую и чувствую. И очень, и очень, очень мне всё это ужасно нравится. Спасибо вам большое. Если есть что-то ещё, может быть, сказать по тексту, по вашим ощущениям. Кстати, хотела спросить, вот когда ваш небольшой, такой маленький спор возник, вы как работаете? Есть у вас, у каждого какая-то своя позиция, свое видение? Или всегда на компромиссах? Или всё-таки у вас работа режиссёр главный, а актёр прислушивается? Какие у вас? Безусловно, режиссёр главный. Но мы всё равно слушаем друг друга. Мы стараемся какие-то вещи... Где-то я просто говорю, ну, хорошо, да, хорошо, тебе виднее, соглашаюсь. А какие-то вещи я начинаю... Упроси рогом, да? Я начинаю тихонько упираться. Не рогом, а тихонько упираться. Ну, давай ещё, давай проверим вот этот момент. Ну, давай ещё вот этот момент. Потому что у нас, например, был такой момент, у нас было два разных варианта, две разные редакции этой пьесы. И в одной редакции есть одни интересные вещи, а в другой редакции другие интересные вещи. Вот. И мы пытались как-то их сначала... Причём вторая редакция, она не сразу нашлась. Она как-то чуть позже у нас появилась. Случайно совершенно она пришла к нам. Вот. И Наташе абсолютно не нравился финал в начальном тексте. Так. Вот. А я говорила, что вот он нужен. Он вот... Я не могу сказать, почему, но он нужен прям. Мне вот хоть... Ну, давай пока не будем его убирать. Ну, давай мы его пока оставим. И когда к нам пришёл второй вариант финала, этот финал, он остался. Он чуть-чуть изменился. Но всё стало на место. Но пока нас ничто в этом финале не смущает. Но пока пытаемся всё это сложить. Потому что есть, например, очень... Две буквально там... Две строчки, которые очень сильно нам переворачивают выход на финал. Ты понимаешь, о чём я говорю? Я так понимаю, конечно. А наши зрители поймут, когда придут начинки. А зрители поймут, да, начинки. Тут надо ещё сказать, что это такой формат, который... Ну, как делать спектакль на большой сцене. Это такая грубая работа. Ты такими большими мозгами режиссируешь. И поэтому есть большое счастье для нас, когда мы, значит, идём на нашу маленькую-маленькую сцену театра на Спасской, где сидит там 30 человек, не больше, или там 40. И когда нас... То есть у нас же в больших спектаклях... Ну, может быть, Ирина, а может быть, в другом составе не Ирина. И это как бы... Ну, то есть ты ставишь полотно. В этом материале не может быть Ирина или не Ирина. Это материал. И как отбираешь пьесу? Ты видишь актёра. И, естественно, то есть почему там все остальные... Если с того списка пока в меня не попали... Ну, потому что я не сразу видела, кто это. Как только я читаю эту пьесу, возникает актёр, актриса. Поэтому тут сложно как бы входить... Входить в такой большой конфликт вдруг с ней, потому что изначально... А хочется? Нет, а зачем? Ну, в смысле, я когда читала, сразу возник конкретный артист. Всё. И оно, в общем, пазл сошёлся. И поэтому мы уточняем какие-то нюансы. Ну, там, работаем, но каких-то глобальных проблем не может быть, скорее всего. Потому что это материал конкретного актёра. Это актёр крупным планом. Это его материал, который должен ему идти. Как говорила Фоменко. Безумно его люблю и поклоняюсь. Он говорит, надо, чтобы актёр ушло. Вот, мне кажется, актрисе материал идёт. И чего тут, в общем, тогда конфликтовать? Вам не кажется. Вам не кажется. Чего же конфликтовать-то с ней тогда? Спасибо вам огромное. Я сегодня чрезвычайно рада, довольно счастлива, что вы смогли прийти, нашли время и согласились нам чуть-чуть приоткрыть будущий проект. Поэтому всех зрителей приглашаю на проект «Монологи». Благодарю наших гостей. И, к сожалению, прощаюсь. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ